Отсрочка для ОСМД на время пандемии. В Верховной Раде отложили необходимость заключать договоры на коммунальные услуги на посткарантинный период. ОСМД должны были определиться с моделью договоров и исполнителями до 1 мая. Новый закон сдвигает сроки на 5 месяцев со дня окончания карантина. Также частично отпадает надобность проводить массовые собрания жильцов дома. Все прозупынулось. Нет обязаловки заключать договора. Компании продолжают оказывать услуги в том формате, в котором оказывались до этого. Была проблема с вывозом мусора. Мусоровозящие компании сильно требовали, чтобы мы провели загальные сборы, на которые бы приняли решение о том, что мы с ними работаем, в каком формате. И только после этого они готовы были заключить договора. Отмечу СМД. Независимо от выбранной ими формы управления домом, обязаны принять решение по каждому виду услуги, кроме поставок электроэнергии и газа. И заключить с исполнителями договоры об их предоставлении. Впрочем, сейчас у совладельцев многоквартирных домов дел не в проворот. Карантинные меры обязывают их проводить регулярную дезинфекцию и санобработку. А денег на это в СМД не хватает, отмечает Станислав Драганов. Многие одесситы потеряли либо работу, либо часть зарплат. Бюджеты объединения уже лишились порядка 30% платежей. То, что предполагал Кабмин, что нам необходимо обрабатывать места общего пользования, поливать это все какой-то смесью. Глобальный вопрос, где это брать и зачем еще это покупать. В сметах нигде этого не было предусмотрено. Более того, даже если предположить, что мы бы какие-то средства смогли бы выделять, это достаточно дорого, потому что сейчас, как вы видите, на рынке вместо того, чтобы эти цены снижались, они только растут. Некоторыми нашими в СМД были приняты попытки как-то согласовать попытаться с Гурсоветом. В ходе чего было выяснено, что Гурсовет просто дал вказивку, потому что срочно все поливать, все чистить. А чем чистить, где поливать, за свой счет, пожалуйста, господа, решайте, как вы это будете делать.